здравствуйте друзья сегодня у меня в гостях в моем доме среди прочих гостей коллекционер собиратель михаил вольфман и поскольку коллекционер я как бы конечно заинтересовался общением много общались и я подумал что поскольку человеку миша человек умный хотелось бы чтобы он поделился своими впечатлениями о тех проблемах которые могут волновать именно вас вот я начеркал себе несколько вопросов которые хотел бы ему задать и первый вопрос вот как какие от чего бы ты предостерег начинающих художников зная уже так сказать художников опытных и сформировавшихся от чего бы ты предостерег художник безусловно существования от мира сего и вопрос самооценки оценки своих работ это наверное один из главных вопросов человек который вкладывает большие усилия в свою работу и считаю что она безумно хороша и подтверждение этого может дать только либо собиратель либо независимые эксперты но это всегда очень безусловно субъективное мнение и надо понимать видеть знать вещи которые помогут создать некую шкалу то есть любому человеку в оценке своей деятельности нужна шкала и в этой шкале он будет измерять не только свои усилия потому что чем мы менее опытны тем больше усилий мы прикладываем для того чтобы создать что ли это оценка это все чего или есть еще какие-то нюансы нюансы очень много но я считаю что художник это человек который пытается жить своим трудом то есть грубо говоря зарабатывать себе на жизнь рисование поэтому он должен продавать свою работу безусловно то есть это он заинтересован конечно он заинтересован в этом потому что оформить квартиру там или офис это свой там это одна задача но все равно будет стремиться к большему и он так или иначе придет продажа работы здесь самое главное понять с кем мы имеем дело и он должен сам нас подтолкнуть к этой идее хорошо вот многие задают мне вопрос когда вот я провожу вопросы атлеты и такой вопрос как с форми как формируется стиль у художника ну есть такая легендарная фраза для писателя о том что чтобы сформировать свой стиль нужно писать миллион слов ну и буквально транспортировать на художника нельзя миллион мазков там или миллион полотен это было бы смешно но наверное все таки нужен элемент труда то есть нужно писать вот и конечно нужно почувствовать связь со своими какими-то внутренними неважно силами духами демонами богами внутри себя для того чтобы трансформировать их и выкидывать как бы свою особенность уникальность своего восприятия есть такие расхожие мнения характеристики человека как экстраверт интроверт это уже особенный взгляд на вещи то есть когда этот человек умеет передавать свой особенный взгляд он становится ценнее потому что когда он пытается копировать или подделывать он естественно может решить технические задачи безусловно научиться рисовать это ремесло важно я говорю что нужно действительно отписать ну какой-то объем для того чтобы получить свой стиль свою технику а стиль не дает ограды вот художнику что теперь вынужден он не вынужден это такая особенность это такая ограды ведь на самом деле почему в россии так популярны заборы ну потому что это по сути дела ты это безопасно это вопросу безопасности ты чувствуешь себя там в домике ты чувствуешь себя там защищенным это вопрос защиты себя вопроса защиты своих идей своих находок то есть такая очень она всегда любая история она двухсторонняя хорошо хорошо а вот такой вопрос имя художника как оно формируется и вообще вот что-нибудь вот на эту тему вопрос имени как имя бога нельзя называть имя нам дано при рождении родителями мы несем это имя мы хотим хотим свое имя увековечить безусловно это нормальная любого человека здравомыслящее нормальное желание вот поэтому это по сути дела брендирования если говорить современным языком и конечно имя это часть вот этого процесса становления художника то есть когда мы сначала работаем с собой со своей самооценкой мы учаемся понимать что то что мы считали мазнёй это не мазня приходят люди подтверждают нам что это интересно потом приходят другие люди которые предлагают нам какие-то деньги мы сначала не понимаем и сначала неужели это вообще стоит какие-то мы знаем что мы тратим что-то на краски на холсты безусловно какие-то деньги уложены время бесценно но мы не можем оценить то ли мы от неумения столько времени потратили то ли действительно нужно было вложиться так сильно но это большой ресурс поэтому мы постепенно подтверждая мнение других людей подтверждая их оценку мы постепенно начинаем верить в себя то есть и мы уже слышим о том что эти работы художника такого-то на выставках таких то что у них есть некая цена и что это популярных художники что это вот это модная величина и так далее не знаю договорил свою мысль но я хотел спросить от каких художников ты сейчас покупаешь это это всегда некая интрига это всегда выбор то есть в общем скажем так это это реклама это реклама за это нужно платить денег и безусловно надо ну правильно но такие художники есть интересные скажи вот сам по себе вот успех вот то что называется у художников успех он в разных случаях приходит с разной скоростью или все-таки практика что это это не скоро ну я считаю что в жизни любого человека главное это чудо это мое это физическая история но она 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 просто подтверждена практика удивительно да то есть она у не научная подтверждена эмпирически то есть это чудесные события когда человек оказывается то что называется в нужном месте в нужное время оказываются достаточно мощные покровители или еще что-нибудь то есть проще всего стать художником когда у тебя есть уже сразу мощные покровители которые говорят они мог бы да то что называют заказ сделать нам вот портрет губернатора там предположим или гранавитую палату оформить ну грубо говоря этого утрирую я но художнику надо пробиваться или чудо может само прийти ну вот если у тебя если ты не интроверт а если ты экстраверт то есть если ты готов у тебя есть спортивный азарт и ты готов отстаивать интерес своим работам из этого спортивного азарта то есть ты даже не понимая насколько они ценные тебе просто интересно постоянно реакция новых людей ты можешь бегать по галереям можешь разговаривать собирать в соцсетях себе пиарить и так далее это просто спортивный интерес это реальная работа то есть это не просто интерес это реальная работа если ты к этому готов тебе не нужны менеджеры тебе нужны какие-то соучастники и покровители безусловно туда приговор интересно интроверты конечно они еще они хотят уйти от этого они хотят чтобы у них были какие-то посредники чтобы кто-то пришел постучал на дверь спросил не здесь лежит гениальный художник на работа которого стоит миллионы но пока можно купить только по 10 тысяч рублей хорошо хорошо а вот любовь какую роль играет в жизни художника мы знаем что с художниками вечно связаны какие-то сложные истории ну да но это всегда дефиниция то есть вам смысле что есть такая фраза бог есть любовь и это уже не художнику а к человеку в том смысле что все вокруг есть любовь художник в отличие от обычного человека умеет результативно использовать эти чувства то есть если обычный человек он конечно сделать счастливым другого человека полюбил вот он может даже создать дома может купить машину то есть он сделает какие-то объективные интересные вещи художник может использовать этого для создания совершенно новой истории для совершенно новой истории он создает новый объект он сам вводит в жизнь то есть используя любовь он фактически бесплатно получают вот это вот то что называется вдохновение фактически его не надо ждать когда человек влюблен вдохновение не уходит никогда не уходит она всегда с ним рядом это как карманная такая книжка при тебе поэтому любовь наверное художник должен быть влюблен наверное должен быть влюблен всегда ну допустим бы я зашу тяжелая тяжелая жизнь влюбленность совсем другое то есть это вообще любому человеку позвонить независимо от его доходов от его физического состояния от возможности и так далее то есть это такое благодарное состояние когда твой организм отвечает тебе ну столице но ты можешь наверное виду влюбленность как как измену да или как как это влечение всерьез есть то что называется социальные социальные связи да то есть в рамках этих социальных связей все это рассматривается либо как брак либо как измена либо как проституция предположим то есть это все вопрос социальных отношений сам человек влюблен он не понимает о чем идет речь потому что внутри себя он испытывает просто какие-то очередные потрясения даже будучи влюбленным например свою жену он может влюбиться в актрису он может влюбиться в модели он может влюбиться в случайного человека и не обязательно с продолжением обязательно с изменами и так далее то есть но это как бы еще раз его еще раз еще раз и каждый раз заново стимулирует да то есть он как бы получается получает такой допинг бесконечный ну фактически бесплатно нам он доступен не нужно никаких отдельных химий у нас а сильная внутренняя химическая фабрика в организме нам достаточно просто уметь перещелкивать эти тумблеры ну таких навыков приобрести такие навыки специально невозможно мне кажется что есть люди которые к сожалению не умеет надо искать или ждать ну это так же как вот я говорил о том нужно ли иметь покровителя или пытаться пробиться самому то есть это история из тоже опера то есть фактически либо ты сидишь и ждешь пока кто-то постучится к тебе дверь и скажет не ты ли ждал меня либо активно искать да то есть естественно предпочтительно активно искать безусловно и и и не останавливаться более того даже найдя свою любовь потому что это состояние она слишком яркая слишком громко и она скоротеченными то есть ну нельзя влюбленность к сожалению даже не взирая на то что другие чувства остаются но они не такие сильные если ты хочешь использовать сильные чувства а это важно для работ часто то конечно это должно не останавливаться это звучит конечно немножко маргинально то что я говорю да то есть никогда не останавливается влюбляться влюбляться можно влюбляться в одного человека если есть такие люди которые умеют быть всегда другими есть такие люди я не всегда меняются я знал таких когда и тогда ты заново влюбляюще человек а ты как бы его друзья Scarmaninar чего-нибудь отчебучит это происходит какой-то слом и ты заново перед я пересматриваю отношения думаешь вот у не Неужели я пропустил такую главу? Ну вот, друзья, мы пообщались с Мишей, как-то на себе не коллекционер-собиратель, да? И если вам понравился такой формат общения с людьми, вовлеченными в живопись, или просто интересными людьми на тему живописи, то напишите свои комментарии. Но мы сегодня прощаемся, да? Да. До свидания. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...